Вот так Польша выглядела накануне своего первого раздела в 1772 году. Россия присвоила себе вот эту часть, Пруссия вот эту, Австрия вот эту. В 1793 году произошел второй раздел Польши. Каждая из стран еще раз расширилась за счет Польши, присвоив себе вот эти земли. Наконец, спустя всего два года наступил третий раздел Польши. Оставшиеся территории были разделены между оккупантами, а Польша окончательно потеряла свою независимость. Однако в результате наполеоновских войн в 1807 году польское государство было восстановлено в виде великого герцогства Варшавского. А после того, как Наполеон был разгромлен, была проведена Венская конференция европейских держав, по результатам которой Польша была вновь разделена между тремя монархиями. Правда, теперь границы были проведены иначе. Раздел между тремя державами был в основе экономического развития Польши вплоть до Первой мировой войны. Польская промышленность, сельское хозяйство, торговля, транспорт, финансы и связанные с этим законы были разделены на три экономические и политические системы – германскую, австро-венгерскую и российскую. Ни одна из этих частей не была самостоятельной, каждая из них была предатком своего оккупанта. Возьмем, например, зону российской оккупации, так называемое «царство польское». Накануне Первой мировой войны 90% экспорта и почти 60% импорта этой части Польши приходилось на Российскую империю. Российская оккупация значительно затормозила развитие польского сельского хозяйства. Как известно, Российская империя была крупнейшим в мире производителем хлеба. Благодаря благородным землям европейской части России и чудовищной эксплуатацией крестьян, цена этого хлеба была весьма низкой. И если в избиении крестьян польские паны могли соревноваться с русскими помещиками на равных, то с менее плодородными польскими землями они поделать ничего не могли. Дешевый русский хлеб на польских рынках сбыта бил по карманам местных землевладельцев и крестьян. В свою очередь, низкая рентабельность производства означала бессмысленность инвестиций в оборудование и удаврение, так как они просто не окупились бы. В итоге картина такая. В сельском хозяйстве Западной Европы, отделенная от русского демпинга таможенным барьером, вводит всякие технические новшества и прогресс идет полным ходом. А в царстве польском прогресс идет гораздо хуже. Экономическая нецелесообразность. Теперь возьмем зону германской оккупации, так называемая Великая Польша и Помирание. Накануне Первой мировой войны почти 70% экспорта и импорта этой части Польши приходилось на Германию. Здесь с развитием сельского хозяйства все было в порядке. Таможенная политика страны поддерживала высокие цены, что, конечно, было плохо для потребителя, но хорошо для развития производства. Однако не спешите думать о немецком благородстве. На самом деле, Германия преследовала цель колонизации польских земель. Немец, мигрировавший на оккупированные территории, получал кредитную поддержку и другие льготы, в то время как польские землевладельцы – нет. Это противостояние закончилось тем, что немецкие власти просто насильственно отобрали у крупных польских землевладельцев их землю и распределили ее между немецкими колонистами. Такая же ситуация была и в промышленности. Для немцев были более благоприятные условия, чем для поляков. Вот, например, Верхняя Силезия – очень богатый ресурсами регион, промышленный центр. Почти все здешние предприятия принадлежали немцам, а поляки просто на них вкалывали. Что касается австро-венгерской зоны оккупации, так называемое Королевство Галиции и Ладомерии. Эта часть также была ориентирована на своего оккупанта, хотя точных цифр найти не удалось. С экономической точки зрения, это был самый отсталый регион. Почти нет промышленности, старое оборудование в сельском хозяйстве, низкая производительность труда, неэффективные крошечные крестьянские хозяйства, которых, например, в немецкой зоне оккупации уже давно не было. И все-таки, несмотря на свой раздел, промышленность Польши развивалась. Неравномерно, медленно, но развивалась. Другое дело, что население Польши росло быстрее, чем создавались новые рабочие места. Отсюда хроническая безработица и иммиграция из наиболее бедных регионов страны. В основном поляки уезжали, конечно, в США. Именно из-за политики держав оккупантов в американском кинематографе так много польских фамилий и по сей день. А вот, например, галицийские крестьяне, среди которых было множество украинцев, уезжали, как правило, в Канаду. То есть современная украинская диаспора в Канаде уходит своими корнями галицийским крестьянам XIX века. Помимо иммиграции в другие страны на ПМЖ, существовала временная, сезонная иммиграция сельскохозяйственных рабочих. Жители Галиции мотались на заработки в Германию и царство польское. Жители царства польского мотались вглубь Российской империи, или так же, как и галичане, в Германию. Жители же Великой Польши и Померании ни в Австрию, ни в Россию на заработки не ездили, только вглубь страны, на запад. Как видите, поездки поляков на заработки в Германию были задолго до того, как об этом начали шутить в интернете. Хотя на самом деле это совсем оккупантов. В общем, ситуация в Польше была весьма печальная, и ничто не предвещало перемен до наступления Первой мировой войны. Вероятно, поляки давно ожидали нечто подобное, так как иначе никаких шансов на независимость у них не было. С началом войны Польша стала ареной противостояния Германии, Австро-Венгрии и России. Военные действия проходили почти на всей территории царства польского и большей части Галиции. К осени 1915 года Российская империя была вытеснена из этого региона раз и навсегда. На территориях ранее ей принадлежавших была установлена Германо-Австрийская оккупационная администрация. В результате военных действий 1914-1915 годов было уничтожено множество зданий, заводов и транспортных сооружений. Плодородные земли, еще вчера кормившие население, были изрезаны бесчисленными траншеями. Помимо прямого военного ущерба, экономика Польши пострадала от эвакуации предприятий и специалистов вглубь Российской империи. Некоторое производство и вовсе уничтожалось, лишь бы не досталось врагу. Однако конец боевых действий на территории Польши не означал конец разорения. На захваченных территориях царства польского германо-австрийские оккупанты преследовали следующие цели. Вывести все ценное, что возможно вывести, включая рабочую силу. Максимально эксплуатировать то, что вывести невозможно, включая рабочую силу. Уничтожить промышленный потенциал своих конкурентов на мировых рынках сбыта. У последнего пункта смысл примерно такой. Рано или поздно война закончится. Рано или поздно предприниматели опять будут конкурировать по правилам мирного времени. Хорошо бы, чтобы к этому времени у конкурентов осталось как можно меньше производства, и они перестали быть конкурентами. В связи с указанными причинами началось тотальное разграбление Польши. Оккупанты вывозили уголь, металлы и прочее сырье, станки, машины, оборудование, еду, лес, скот, лошадей и так далее. Из-за нехватки цветных металлов, например меди, оккупанты отбирали у населения кастрюли, дверные ручки и даже колокольчики. По подсчетам советских историков, за время оккупации немцы вывезли из бывшего царства польского 380 тысяч голов скота, 20 тысяч вагонов сырья, полуфабрикатов и подобного, 6 тысяч вагонов машин и орудий, 1400 паровозов и 42 тысячи вагонов. А то немногое производство, что оккупантам было все-таки нужно, например угольная и металлургическая промышленность, работали на износ в такой степени, что к концу войны от некоторых отраслей почти ничего не осталось. Например, выплавка стали упала до 3% от довоенного уровня. В свою очередь разрушение производства в Польше резко повысило местную безработицу, а мобилизация в Германии и Австрии-Венгрии наоборот вызвала нехватку рабочей силы. Сложите два этих фактора и вы получите принудительную депортацию и угон сотен тысяч поляков в рабство. Не говоря уже о тех, кто был в Германии на сезонных работах до начала войны, им просто запретили выезд. Но все это не касалось, конечно, территории оккупированных Германией и Австрии-Венгрией до войны. Так, например, промышленность Верхней Силезии, где почти всем производством заправляли немцы, процветала. Военные заказы, награбленное сырье, дешевая рабочая сила – все это очень способствовало обогащению немецких корпораций. Хороший пример предпринимателя, сколотившего себе состояние на ограблении поляков – это Фридрих Флик. Флик – это крупнейший немецкий предприниматель, один из главных сподвижников Гитлера, военный преступник, осужденный в ходе Нюрнбергского процесса по делу Флика. По сути, во время Второй мировой войны господин Флик делал все то же самое, что и во время Первой мировой войны, только в больших масштабах. Но вернемся к основной теме. Впервые о независимости Польши за пределами самой Польши заговорили весной 1917 года в России. Через две недели после февральской революции Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов принял резолюцию под названием «Привет польскому народу». В ней говорилось о праве Польши на создание независимого государства. Что касается остального мира, он заговорил о независимой Польше лишь после Октябрьской революции. В 1918 году польский вопрос был поднят такими державами, как США, Великобритания, Франция и Италия. Наконец, в августе 1918 года советское правительство официально отказалось от всех договоров относительно разделов Польши, предоставив ей право на самоопределение. Вслед за этим распадается Австрия и Венгрия, и происходит ноябрьская революция в Германии. Страны, разделявшие Польшу между собой более ста лет, прекратили свое существование. Казалось бы, вслед за этим оккупанты должны покинуть территорию страны и доздраствовать независимость. Однако, согласно условиям Компьенского перемирия, германские и австро-венгерские войска покинули лишь те польские земли, которые ранее входили в состав Российской империи и Австро-Венгрии, но не Германии. Все, что немцы успели оттяпать у Польши до начала войны, то за ними и осталось. Почему так? Во-первых, потому что одно дело признать независимость Польши, а другое дело считаться с ее интересами. Это разные вещи. Во-вторых, потому что повсюду в Европе полыхают пролетарские революции. И Германия тут не исключение. Великобритания, Франция и США кинулись спасать своих немецких партнеров от коммунистов. Не дай бог, красные доберутся до власти, начнут ощемлять бизнес, отберут промышленность и так далее. Для стран-победителей такие перспективы были неприемлемы. Здесь же вообще какая ситуация? От Германии планировали получить возмещение убытков, то есть репарации. И если допустить приход к власти рабочекрестьянского правительства, то маловероятно, что оно захочет платить репарации. Особенно учитывая, что коммунисты с самого начала выступали против Первой мировой войны вообще, называя ее империалистической и братоубийственной. Короче, между Антантой и побежденной Германией сложились отношения, как говорил господин Кейнс. Если ты должен банку сотню фунтов, у тебя проблемы, но если должен миллион, проблемы у банка. Если ты возьмешь у Германии польские земли и отдашь их Польше, то ты же сам и помешаешь своему должнику расплачиваться с тобой по долгам. С другой стороны, оставить Польшу совсем разбитого корыта тоже нельзя, так как ее восточный сосед совершенно не дружелюбен ни к бизнесу, ни к олигархам. Бросишь Польшу, она станет красной, а затем, с большой вероятностью, коммунисты из России вместе с коммунистами из Польши придут на помощь коммунистам из Германии. И ты, великий победитель Великой войны, потеряешь вообще все. Эти противоречия в отношениях между Германией и Польшей, между хотелками стран-победителей и возможностями Германии платить по счетам, между Польшей, с которой никто не хотел считаться, и в то же время Польшей, от которой все хотели, чтобы она сдерживала натиск коммунизма, все это легло в основу Версальского мирного договора. Были, конечно, и другие противоречия. Например, Великобритания и США не хотели уж слишком сильно ослаблять Германию, так как опасались чрезмерного усиления Франции. Но это уже совсем другая история. Итак, во многом польское государство обязано Антанте, но не во всем. Давайте на карте посмотрим, как происходило образование независимой Польши, так будет понятнее, что к чему. Вот эта территория, царство Польское, была частью Российской империи и официально получила независимость из рук большевиков в 1918 году. Есть люди, которые категорически не согласны с таким решением большевиков. Они полагают, что Россия не должна была предоставлять полякам независимость. Довольно странная позиция, учитывая, что в этом случае Российская империя выступала в роли оккупанта-угнетателя. Например, среди чиновников царства Польского подавляющее большинство были русскими. Это при условии, что русские в Польше всегда были этническим меньшинством. Полякам же, вплоть до революции 1905 года, запрещалось даже учить в школах их собственный язык. В общем, Российская империя довольно плохо обходилась с поляками. Теперь перейдем к южным границам. Вот эта территория, королевство Галиции и Водомерии, это бывшая Австро-Венгрия. Этот кусок присоединен к Польше в 1918 году. Однако в восточной части этого региона, Восточная Галиция называется, в основном проживали этнические украинцы и русины, которые тоже хотели свое государство. Из-за этого там была провозглашена Западноукраинская Народная Республика, которую поляки залили кровью, чтобы удержать этот регион за собой. Наконец, вот эти небольшие кусочки. Тешинская Силезия. Из-за них в 1919 году произошла Польско-Чехословацкая война. Хотя едва ли это можно назвать войной на фоне всех происходящих событий. Так, чуть-чуть поубивали друг друга и под давлением Антанта разошлись. В итоге границу провели по указке великих держав, оставив недовольными и Чехословакию, и Польшу. Теперь перейдем к западным границам. Когда в 1918 году после подписания Компьенского перемирия выяснилось, что Германия не собирается покидать земли, которые она тяпала у Польши еще до Первой мировой войны, вот здесь, это Познанская провинция, вспыхнуло так называемое Великопольское восстание, в результате которого этот регион перешел под контроль поляков. На следующий год был подписан Версальский мирный договор, который утвердил эти перемены. Дополнительно, чтобы Польша имела выход к морю, ей был передан так называемый Данцетский коридор. Теперь вот этот кусочек под названием Верхняя Силезия. Изначально был план в 1921 году провести референдум, в составе какой страны хотят остаться местные жители. Однако, не дождавшись его, поляки дважды в 1919 и 1920 годах подняли вооруженное восстание против немецкой власти. Несмотря на это, референдум все-таки состоялся. Выяснилось, что около 60% местных жителей захотели остаться в составе Германии. Такой результат категорически не устроил оставшиеся 40%, которые ответили третьим восстанием Верхней Силезии. В итоге границу опять провели по указке великих держав и опять недовольными остались сразу обе стороны. Теперь перейдем к северным границам. В Восточной Пруссии, вот здесь, также был проведен референдум, но в этом случае подавляющее большинство предпочло остаться в Германии. Здесь все без изменений. Наконец, восточные границы. В Версале было предложено провести границу по так называемой линии Кирзона. Якобы это должна была быть временная граница с учетом этнического состава этих земель. Временная, потому что тогда было неясно, чем закончится гражданская война в России. Именно по этой причине предложение великих держав не устроило Польшу. Пока за линией Кирзона идет гражданская война, там нет никакой устойчивой власти. Такие земли выглядят довольно беззащитными и легкими для оккупации. Таким образом, в результате польско-украинской, а затем советско-польской войны, Польша смогла прибрать к своим рукам Западную Украину, Западную Белоруссию и часть Литвы. Что в итоге? Польша долгие годы была под властью оккупантов, которые по тем или иным причинам тормозили ее развитие. Однако, как только Польша смогла добиться независимости, то тут же взялась делать то, что ранее делали с ней – оккупировать и грабить. С самого своего появления в Польше были конфликты почти со всеми своими соседями. Отчасти это было результатом агрессивной политики самой Польши, отчасти результатом социальных экспериментов великих держав. Так или иначе, межвоенная Польша – это детище Первой мировой войны и Версальской системы международных отношений. С одной стороны, это государство выступало в роли барьера между Германией и СССР, а с другой стороны – в роли агрессора-завоевателя, мечтающего о собственной империи от моря до моря.